Российское зерно дешевеет. Стоимость продовольственной пшеницы в Сибирском федеральном округе снизилась на 150 рублей. Впрочем, фермерские хозяйства Омской области несут финансовые потери по другим причинам. Аграрии в Черлакском районе заявляют, они до сих пор не получили около 43 миллионов рублей. И это за урожай 2013 года. Все подробности у Дмитрия Куканаса. На полях еще лежит снег, но подготовка к посевной уже идет. Но фермеры Черлакского района уже третий год подряд экономят на всем. Весной 2014-го сразу 11 хозяйств потеряли почти все деньги за собранный урожай. За хлеб не рассчиталась компания Сибзер на продукт. В организации взяли зерно на хранение, пообещали продать его и отдать деньги. Обманули, говорит фермер Григорий Тоц. Он лишился около двух миллионов рублей. Пришлось отказаться от гербицидной обработки, на протравки экономить, на подработки, на полях экономить. Вот оно все это и сказывалось. Соответственно, потом на урожай и сказывалось. Ну и пошла цепочка. То есть нанести можно в один год, а потом исправлять 5-6 лет. Другие, как Андрей Резвих, и вовсе оказались на грани банкротства. Получается, почти разорили. Ну, каким-то образом я вылез из этой ситуации. Свои сбережения, да. У родственников собрал, да. Кредит брал. А куда деваться? Мог бы склад построить, ангар 14-40. Или купить компанию. Но на сегодняшний день компанию я не куплю за эти деньги. Два года назад наша съемочная группа встречалась с фермерами Черлакского района. Корреспонденты продвижения задавали вопрос и региональным чиновникам. Каким образом предприниматель, не заплативший хлеборобам ни гроша, еще работает? Тогда фермеры просили правительства хотя бы прислать юристов, чтобы помогли подготовить документы в суд. В Министерстве сельского хозяйства пообещали держать ситуацию на контроле. Тем временем хлеборобы сами нашли тех, кто будет защищать их интересы, и выиграли несколько судов. Впрочем, получить средства так и не получилось. А чиновники заявляют, помогать фермерам не в их компетенции. Он является частным, как повторяюсь, да. Соответственно, его, будем говорить, планы и работа не входят в компетенцию. У нас есть проблемы в них с экономикой. Поэтому сегодня комментировать не стоит, потому что сегодня нужно задавать вопрос руководителю этого предприятия. Но сделать это проблематично. Ответчик меняет уже третью вывеску. И, как говорят фермеры, уклоняется от исполнения обязательств. По нашей информации, общая сумма исковых требований от нескольких десятков хозяйств за несколько лет приближается к 700 миллионам рублей. Дмитрий Куканас, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.